За 36 лет существования Шекснинская птицефабрика не раз балансировала на грани. Самые судьбоносные перипетии пришлись на последние годы. За помощью в 2012-м работники обращались даже к президенту страны. Новый виток кризиса захватил предприятие этим летом. Сказалось повышение цен на корма и, по словам руководства района, неэффективное управление предыдущего собственника. В августе задержками зарплаты на Шекснинском бройлере, а также других предприятиях, входящих в состав Вологонского центра птицеводства, заинтересовалась прокуратура. Совокупная задолженность составила свыше 30 миллионов рублей. Помощь пришла из федерального, областного и даже из местного бюджетов. На новых предприятиях сейчас задолженность за сентябрь. Осталась она в объеме примерно половины заработной платы в сентябре. То есть нет задолженности больше, чем два месяца, полтора где-то. Выплатить все долги по зарплате руководство обещает к декабрю. Правда, теперь получать ее будут примерно на 400 человек меньше. Попали под сокращение. Такова сегодня ситуация на новом предприятии ООО «Шекснинский бройлер». Местная администрация связывает с ним большие надежды. Мы связываем возобновление производства, наверное. В будущем будем надеяться, что и налоги будут поступать, в первую очередь НДФЛ, потому что это основной налог, который у нас сегодня есть. То есть люди будут получать зарплату, будем получать НДФЛ. Вот ситуация, я считаю, нормализуется. Чтобы все было хорошо, предприятие работало, администрация готова помогать. Авансом оплатили коммунальные услуги. Фабрика отапливает и школу, и детский сад в поселке Нифонтово. Среди помощников спасители и правительство Вологодской области. Помогают финансово совместным поиском путей выхода из кризиса. Скоро подоспеет финансовая поддержка и от банков. 5 декабря завершится процесс реструктуризации долгов агрохолдинга. Тогда, уверяет руководство ВЦП, из пепла восстанут и другие его предприятия. В их числе птицефабрика Климовская. А на Шекснинском бройлере сейчас, по словам администрации, все налаживается. Накануне продукция стала поступать в магазины, объемы производства растут. Вот таких птичников, где содержится бройлер, на сегодняшний день работает 14. До конца года планируют заселить и все оставшиеся, еще 5. Шекснинский бройлер наращивает мощности постепенно. К концу года планируют выйти на объемы производства. Порядка 800 тысяч тонн цыплят ежемесячно. Цена на продукцию бройлера чуть выше рыночной. Это, по словам руководства птицефабрики, плата за качество. Именно на него делается основная ставка. Большое внимание уделяется кормлению птицы. В данный момент этот птичник находится в предзабойной стадии. Сегодня содержание его последний день, завтра он будет сдан на забой. В течение всего периода выращивания развивались нормально, набрали практически нужный вес. Ну и будем рассчитывать, что получим хорошие результаты после забоя. Возрождение птицефабрики ждут и власти, и работники предприятия, и обычные покупатели.